всем привет с вами дмитрий урсул это обновление logic 10.6 казалось бы с прошлого обновления 10.5 прошло не так много времени но есть определенное объяснение как я его понял на самом деле если вы следите за тем что происходит у apple и вообще у мака в частности то вы наверняка смотрели презентацию которая прошла в минувший вторник 10 ноября на котором apple представила свои новые новой линейкой макбуков и mac mini с авторскими процессорами apple silicon которые называется м1 это первое поколение маковских процессоров собственно поэтому и м и apple будут сейчас ближайшие несколько лет пытаться максимально уходить от intel то есть переходить на маковские процессоры и разумеется так как под это дело сразу 12 ноября вышла mac os big sir естественно apple решил обновить всю линейку своих программ которые у них есть профессиональных это final cut вышла версия 10.5 лоджику также появился версии 10.6 и все свои остальные программы там для офиса для разработки и прочего ну естественно это сделано было для того чтобы человек который побежит в первый же день покупать новый macbook на и плоском процессоре мог спокойно запустить уже купленное ранее им приложение от apple и без всяких проблем работать на нем конечно же старые версии лоджик будут также работать на новых процессорах но естественно apple советует и рекомендует обновиться потому что как apple заявляет будет до трех раз увеличение производительности в лоджик про это было на их презентации они прямо отдельно про это сказали и до шести раз при работе с видео final cut ну я сам пока это не тестировал вот вы как видите у меня открыт мой app store в котором мне показывают что я могу обновить лоджик я его еще не обновил и как мы сразу видим новые новый логотип в новом стиле который уже в такой стилистике big sur ну что ж давайте обновим и параллельно почитаем что у нас нового а нового не так много в принципе это было ожидаемо все ждали 11 лоджик когда apple объявила что следующий mac os будет версии 11 все сразу похватили что вот все лоджика нового не будет причем это по моим было еще весной еще до того как 10.5 вышел но потому как вышел лоджик 10.5 он немножко смешал карты спутал народ начал не понимать что вообще происходит потому что 10.5 был настолько крупным обновлением я даже про него записал отдельный отдельную серию продвинутого курса если вы не смотрели обязательно посмотрите я там разобрал все функции по новому обновлению и казалось бы ну с этим обновлением еще жить и жить и работать работать его дорабатывать например вышла только 10.5.1 версия с исправлениями некоторых мелких производительных проблем и тут сразу нам apple почти через там даже меньше чем ну ровно через полгода выкатывать новое обновление 10.6 и все я сам первый раз подумал что первая мысль была что они еще там что-то новое изобрели но нет я думаю что они первое решили просто во первых еще раз лишний инфоповод сделать вокруг своих таких глобальных обновлений в этом году в первую очередь благодаря процессорам и также присоединиться к остальным разработчикам потому что как я уже сказал и про тулс обновили и кубейс обновили и облитон обновили это все обновили и вот logic тоже обновили но как мы видим что нового все очень довольно довольно скромно то есть у нас прав повышенная производительность эффективность приложения на макс процессором apple вот прям первый пунктом естественно то есть мы понимаем для чего было выпущено это обновление в первую очередь чтобы выжать все возможности из процессора м1 с помощью logic про чтобы человек который купил он сразу понял что он купил кстати интересная вещь кто не заметил logic про теперь называется logic про я только сейчас на это обратил внимание и нигде у нас здесь больше нет упоминания logic про x сейчас мы запустим сам ложек посмотрим что там у нас на окошке будет нари написано но logic про стал теперь просто logic про и я думаю что таким образом apple отказывается от 10 цифры то есть цифра 10 как мы видим макой с уже ушла от этой цифры соответственно сейчас все приложения будут тоже уходить то есть несмотря на то что версия 10.6 это как бы уже так в глаза не бросается если раньше говорили 10 лоджик 10 лоджик лоджик про x лучше про 10 то теперь мы видим что это просто лоджик про мы я работаю лоджик про вот версия 10.6 то есть для тех кто ждет 11 версии думает что это будет что-то супер глобальное поневозможно что будет просто незаметное очередное обновление который также обычно обновится ну посмотрим я не знаю может и apple решат глобально отдельно продавать это как новый секвенсор как это было в 2013 году но у меня есть сомнения что все-таки apple 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 более выгодно продавать новые железо новые майки чем перепродавать одни и те же программы там даже за 200 долларов для apple это копейки а вот новый могу к нам за полторы тысячи долларов это куда существеннее поэтому им нет смысла брать эти копейки с уже скажем так их аудитории которые много лет ими пользуются и я уверен что все следующие обновления будут продолжать оставаться бесплатными а вот железо будет дрожать и требования собственно к железу будут увеличиваться чтобы вы не сидели на старых маках но это уже такая тема для обсуждений у всех свое мнение далее добавлены возможность управить инструментом степс секвенсер через лоджик римут на ipad iphone я обязательно сейчас это проверю покажу в принципе все и так уже понятно что это то есть мы теперь будем не мышкой только рисовать степ вот как мы здесь видим на скриншоте а еще сможем то же самое набивать пальцами на ipad или например айфу айфоне то есть тоже довольно удобно далее добавлена поддержка всех контроллеров новейшин launchpad недавно мне кто-то спрашивал а как запускать вот когда работаешь с life loops который появились 10.5 как их быстро в лайвом режиме то есть на концерте менять запускать с помощью контроллера внешнего и это было сложно было очень много танцев с бубнами не было нормально синхронизации теперь logic это сделали они сделали это на базе контроллеров новейшин и соответственно есть вы у вас есть новейшин launchpad или вы думаете его купить вы теперь можете его приобрести и с помощью него запускать различные лупы в life loops это очень удобно причем даже там они раскрашиваются прям в цвет ячеек в life loops это очень удобно то есть вы можете прям глядя на свой launchpad запускать нужные ячейки у меня launchpad от новейшин нет но в принципе если я вдруг надумаю более активно работать с life loops а я честно говоря за полгода работы в 10.5 особо с life loops не работал своей практике как-то я с ней не сталкиваюсь но если вдруг я вот буду думать в сторону новейшин launchpad чтобы использовать эту функцию ну и конечно же контрольная фраза внесены улучшения повышающей стабильности производительность приложения то что мы видим из из обновления в обновлении так ну что ж у нас logic про теперь обновился давайте откроем и посмотрим что что это такое так сейчас мы откроем какой-нибудь новый проект давайте откроем да кстати вот мы видим что теперь программа называется logic про это прям на главный наглядно видно теперь никаких x никаких букв x никаких 10 и давайте откроем и баут и посмотрим да новый логотип новое название logic про и версия 10.6.0 довольно интересно ну принципе того чего и следовало ожидать ну что ж давайте посмотрим как работает собственно степ секенсер с айпэда ну я думаю что и так все понятно давайте откроем создадим новый паттерн регион я сейчас выберу какую-нибудь драм-машину кстати звуки я попозже скачаю тут мы видим что добавились новые звуки в разделе фортепиано keyboard мини маримбо какие-то еще дополнительного кстати несколько дополнительных фортепиано добавилось в общем довольно интересно но я чуть попозже скачаю чтобы сейчас время не тратить на это давайте загрузим барабанную установку какую-нибудь любую например 707 так я наверно создам заново паттерн регион потому что у меня немножко заглючил отображение ячеек теперь все четко и давайте откроем здесь у нас найдем где собственно у нас паттерн регион шаговый секвенсор вот новый меню которая появилась но 4 строчка сверху выбираю и вот мы видим то же самое что видим здесь в лоджик про и давайте попробуем создать какой-нибудь самый стандартный лук проматываем вниз и чтобы послушать внизу прям нажимаем на значок править воспроизведения ну что могу сказать довольно удобно то есть быстро можно что-то включить то есть гораздо удобнее чем мышкой мышкой конечно как-то нет такого вот ощущения потому что вот например у меня здесь есть драм-машина от выринджер rd8 здесь точно такое же прям такое же ощущение от когда ты прям в реальном времени нажимает кнопки у тебя меняется паттерн немножко другой нежели мышкой кликать по экрану поэтому здорово что появилась такая функция если у вас есть ipad то очень удобно можно прямо в реальном времени управлять и создавать собственно паттерн вот ну в принципе из глобальных обновлений это все то есть как мы посмотрели новые звуки новое название секвенсор теперь это не logic pro x это лоджик про ну и по большому счету ничего особенно нового мы и по функционалу не увидели кроме вот собственно возможности управлять степ секенсером через ipad ну что ж вот такое получился такой получил спонтанный обзор лоджик про 10.6 я вот только узнал о его выходе и сразу записал этот обзор но будем дальше ждать обновлений возможно что-то будут допиливать доруливать я очень жду новых функций точнее тех функций которые давно жду еще из прошлых обновлений таких как клип гейн я неоднократно про это говорил своих других роликах и в чате у нас в telegram кстати если вы еще не там обязательно заходите ссылка на наш закрытый чат будет в описании к этому ролику переходите подключайтесь мы там общаемся обсуждаем всякие нюансы по лоджику и по плагинам делимся скидками помнить что сейчас ноябрь черные пятницы кругом все производители сделали скидки на своих сайтах но я думаю вы так и знаете об этом если вы за этим следите так или иначе подключайтесь к нам будем общаться обмениваться информацией там уже сейчас учать идут живые такие очень оживленные дискуссии насчет того что у нас 10.6 вообще будет ли 11 лоджик и что вообще куда все катится ну как мы видим 11 вряд ли вряд ли он предвидится ближайшее время пока 10.6 и лоджик про без x ну что же сам был дмитрий урсул удачи вам в творчестве всем успехов будем на связи пишите в комментариях как вам новый лоджик и увидимся с вами в следующих видео всем пока успехов